Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что у вас произошло. Во-первых, примите мои заболевания по поводу смерти вашего отца. Это всегда очень тяжело, безусловно. И также очень плохо, что вы одна сейчас пребываете в чужой стране. Вот. Тем не менее, я думаю, что ваш отец, он любил вас. И хотел, чтобы вы были счастливы. И поэтому я не думаю, что ваша идея о том, чтобы уйти из жизни, она имеет сколько-нибудь оснований. Потому что, если вы любили своего отца, если вы действительно сейчас понимаете, что поступали с ним неправильно, то лучшее, что вы можете сделать, это жить дальше. И быть счастливой. В любом случае, чтобы не произошло, чтобы не было там. Вот. Немного непонятно, конечно, зачем вы приехали к брату, значит, в Германии, из Казахстана. Если у вас с братом отношения, мягко говоря, не очень. И также не совсем понятно, чей это брат именно. То есть, если это брат вашего отца, то почему отец допустил тот факт, что вы приехали туда, где вам... Как я понял, не очень рада. Если это ваш брат, то есть, соответственно, с сыном своего отца, то опять же непонятно, почему он на вас давил. И почему вы уже любите у брата, что нет своей семьи. То есть, здесь вот как-то вот не очень понятно. А далее вы говорите, что, значит, брат на нас давил эмоционально, что вот вы ничего не делаете, не хотите делать, ничего не хотите делать, только сидите, ноете. А ноете вы по поводу чего? Вы приехали в Германию на ПМС, ну, конечно, всех обстоятельств вы не написали, но думаете мне, что это не изменение к худшему, что вы приехали в Германию. Все-таки Европа, и пусть вам тяжело действительно в новой местности, на новом месте, но тем не менее, тем не менее. Далее, у нас был шок от приезда, и нужно было привыкнуть к новой местности, к людям и языку. Ну, вот здесь, давайте попробуем посмотреть на ситуацию более как бы подробно, да, более подробно. То есть, если вы говорите о том, что вам нужно было, значит, привыкнуть к местности, к людям и так далее, да, то, соответственно, вопрос возникает у меня. Как вы это делали? Как вы реализовывали вот это? Как вы осуществляли процесс привыкания к новой местности и так далее? То есть, как именно происходит процесс? Вот вы говорите, что вам нужно было привыкнуть. Хорошо. Чтобы привыкнуть к местности, по ней нужно как-то двигаться, да? По местности. Чтобы привыкнуть к языку, нужно, соответственно, быть в языковой среде. Чтобы привыкнуть к людям, нужно с людьми взаимодействовать, да? Вы же такое впечатление, что этого не делали, не делали. То есть, нет ощущения, что вы это делали. Это первое. Соответственно, если не делали, то почему не делали, да? А если делали, то каковы были результаты? Ну, из-за, ну, из-за этого. Каковы были результаты того, что вы делали? Значит, это вот такой момент. Второй момент. Вы говорите, что вы были в шоке. Ну, здесь важное пояснение, наверное, требуется. Потому что не очень понятно, если вы были в шоке от чего. Вот конкретно в шоке вы были от чего. Что именно, что именно шокировало вас. Потому что не очень понятно, если вы приехали в другую страну, то, соответственно, ну, как бы момента здесь такого плана, что если вы приехали в другую страну, то вас что-то вынуждало. Но вы же, вы же не говорите о том, что вас вынуждало приехать в другую страну, например. И, соответственно, если вы не говорите об этом, то и не очень понятно причина шок. И, скорее всего, вашему брату она тоже не понятна причина шок вашего. Либо вы ему не объяснили, либо вы до него не донесли, либо были еще какие-то проблемы. То есть здесь нужно, опять же, постараться понять вам, именно вам в чем причина шокирующего состояния у вас. И как вы пытались адаптироваться, значит, к тому, что происходило вокруг вас в тот момент. Далее, значит, так, отец хотел вернуться, но понимал, что некуда, там попробовали, бил машину, а, так, я закрыл себе, не разговаривал ни с кем. Так, ну, во-первых, почему отец хотел вернуться? И только от той минуты, зачем вы приезжали? Как вы вообще пришли к той идее, к той идее, что вам нужно приезжать? Понимали ли вы, куда вам нужно приезжать? То есть вот эти все моменты, они как бы остаются за кадром, как будто бы. То есть, ну, не очень понятно, вот, что произошло. Не очень понятно, как ситуация вообще развивается у вас, по крайней мере. То есть, есть противоречия определенные, конечные, вот, но эти противоречия, они отдаются за кадром. Вы не говорите о них. В чем причина противоречия? Что вынудило приехать в другую страну? Почему отец хотел вернуться? И дайте ему не говорите о том, почему вы закрылись в себе и не разговаривали ни с кем. Знаете, вас силами что-то двигало. Вас что-то доставляло. Так себя вести. Но сейчас о своих мотивах вы забыли. Потому что случилось несчастье и вам ваши мотивы кажутся, ну, такими вот. Да, уже мелкими, уже, ну, не важными, да, и так далее. Так-то оно может быть и так, но тем не менее, если это происходит, если это происходит именно с вами, то не нужно, нельзя думать, что это действительно так. То есть почему вы считаете, что ваши мотивы, они не важны сейчас, на данный момент. Они же менее, менее значимыми, менее значимыми не стали, из-за того, что вашего сша, например, больше не стали, конечно же. И, соответственно, вам нужно вспомнить, обязательно вспомнить, почему вы закрылись, на что вы обиделись, на что вы обиделись и почему вы обиделись. Почему вообще вы обиделись, что именно случилось, опять же. Вот. 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 Это важный, важный момент. Папа от того, кто с ним не разговаривал, стал сходить с ума, прошел с ним поговорить, а я была просто обиденна и закрылась. Так. Ну, здесь, опять же, вам вопрос. Вы считаете, что психически здоровый человек будет сходить с ума от того, что с ним никто не разговаривал? Таким же, как психически здоровый человек, он не будет испытывать такого сильного переживания для того, что он не разговаривал. Но, во-первых, есть социальные сети, есть друзья, есть какое-то общение, есть, во-вторых, тематические паблики, паблики и так далее, и так далее, и так далее. То есть, где и с кем пообщаться в современном мире найти можно. И если ваш отец просил пообщаться только вас с ним, ну, это о чем-то говорит. И, как минимум, это говорит о том, что у него, возможно, возможно, я не говорю, что это обязательно именно так, но возможно, у него есть, у него были проблемы с коммуникацией. У него были проблемы с коммуникацией, и по какой-то причине ему сложно было наладивать контакт с людьми. Вот, ему было, это очень, ну, тяжело сделать. И опять же, это проблема, да, это проблема, но это проблема не ваша, понимаете? Это, скорее, проблема именация. И тот, кто просил вас с ним поговорить, это тоже довольно, знаете, такое спорное решение. То есть, если вы нас кто-то обидели, значит, отец, он об этом не мог не знать, что вы нас кто-то обидели. И, как бы, да, о природе вашей обиды еще можно и нужно разговаривать, но то, что отец спросил вас с ним поговорить, знает, что вы обидели. Но это, опять же, в некоторой степени выглядит эгоистично с его стороны, с его стороны, вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, его поведение было, ну, скажем так, не совсем соответствующим адекватному человеку. И, скорее, соответственно, о том, что у него, ну, были какие-то проблемы, да, вот. И, соответственно, если у него были какие-то, какие-то проблемы, то в этих проблемах виноваты не вы. И вы в этих проблемах, к этим проблемам, вообще, вы сами по себе никакого отношения не имеете. То, что произошло с вашим отцом, это свидетельство его неспособности, как бы, ну, разрешить свои проблемы, свою проблему. Вот. Это куда более вероятно и куда более правдоподобно, чем то, что вот все дело в том, что вы с ним не захотели общаться. Это просто, вы сами на себя взваливаете чувство вины из-за того, что неуверенны в себе, возможно. Дальше. Так, вы были обиденны и просто закрылись обиденны, значит, что обидно вообще это очень субъективное переживание и вам нужно разобраться в своих обилиях, понять, почему они были, не принижать их, не обесценивать, но и не возвеличивать в рамках какого-то всемирной проблемы. Одним утром папа просто ушел, в скором времени мы узнали новости, а куда он ушел, куда он мог уйти? Нет, вся эта ситуация потрясла, это взял на процессе мысли, что я могла что-то изменить, а мне о чем поговорить, и он бы этого не делал. Нет, на самом деле, если человек решит покончить с собой, он это сделает вне зависимости от того, поговорить вы с ним или нет. Я думаю, что мы могли бы сделать, это как бы оттянуть, может быть, немножко, оттянуть время, но, как правило, люди, они не говорят о том, что собираются сделать, и никак этого нельзя предугадать. Поэтому, опять же, вы сейчас исходите из того, что уже произошло. А тогда, на тот момент, вы ничего не знали, вы не могли знать, и, соответственно, не за что ответственности как бы не несли. Кроме того, ваш отец поступил довольно эгоистично, то есть он ушел из жизни, но при этом он не думал о вас, и не думал о том, например, каково будет жить вам. Да, и, соответственно, здесь еще нужно посмотреть, кто вообще виноват, кто ответственен. Потому что, например, если вы приехали с ним, вот там, то именно отец, а не брат, должен был обеспечить вам восторное проживание, но и вы сами тоже, конечно же. Но, в любом случае, ответственность за вас лежит на вашем отце, а он от нее предпочел сбежать. И тут, как бы, и вопрос вот написать, да, а вы ли ответственны за это. Ну, и чувство вины, оно тоже отслеживается, то есть на чем оно базируется, на том, что вы могли что-то изменить, нет, не могли ничего изменить, потому что вы действовали исходя из той ситуации, исходя из того, что у вас было. Это где ваша мама, кто с мамой вашей, вот. Так что это, это убеждение ложное у вас. Отмождение от брата мы разорвались на нет, почему, из-за чего. Может быть, он тоже переживает из-за вашего отца, ему тоже больно, и почему в этой ситуации вы не сблизились, почему разорвались на нет, ну, непонятно совершенно. То есть, опять же, здесь ваши обиды. И вот как вы могли видеть, да, что обиды, например, в первом случае привели к тому, что вы не заметили того, что совсем происходит. То есть, вы, может быть, и не смогли бы его отговорить, но в любом случае обида сыграла вам злую шутку, да, то есть, когда вы закрываетесь вход мира, вы перестаете видеть то, что происходит в этом самом мире. Вот, и сейчас, опять же, сейчас, опять же, вы опять обижаетесь, вы опять обижаетесь, и опять повторяете ту же самую ошибку. То есть, теперь уже вы опять обижаетесь, и потеряли отца, так не потеряете же и своего брата. Потому что брат, каким бы ни был он равен ваш брат, и в условиях, ну, в тех условиях, что вы оказывались вам, ну, не нужно пренебрегать помощью извне, в любом случае. А вы это делаете, да, вы идете на принцип, и в итоге вредите, вредите себе сам. Я остался в своей стране, совершенно одна, уже столько месяцев я почти не выходил на улицу, только в магазин. Мне хочется все время спать и лежать, иногда себя ругаю, иногда себя ругаю. Но это проявление депрессии, на самом деле, или депрессивного состояния, основанное, как раз таки, на чувство вины. То есть, нужно не избавиться от чувства вины за то, что случилось с вашей папой, и тогда депрессивное состояние будет сходить на нет. Так, и ругать себя точно нужно перестать, потому что, когда вы себя ругаете, вы себя не принимаете, это тоже деструктивный путь, по которому вы идете. Часто посвящает мысли уйти в жизни так же, потому что ничего не делаете. Ну и просто, грубо говоря, отбежать от проблем. Здесь возникает вопрос, если вас ничего не делают, здесь возникает вопрос, как вы раньше жили, и что вас держало, что для вас было важно, и почему сейчас это для вас перестало быть важным. То есть, чем раньше вы жили, то, что раньше было для вас важным, и какие у вас вообще ценности, какие у вас вообще интересы, какие у вас вообще взгляды, и почему все это внезапно пошло прахом, а почему так произошло. Вот, все это естественно, со всем этим естественно нужно разбираться, вот, потому что, ну как бы, уйти в жизни, уйти в жизни вы не всегда успеете, а вот, попробовать получить от жизни удовольствие, попробовать получить от жизни наслаждение, да, попробовать как-то реализоваться в жизни, это вот то, что вы можете сделать. Это то, что в ваших, в ваших силах прямо, прямо сказки, да, вот, поэтому здесь, я думаю, вам нужно вот поработать с психологом, чтобы он вас поддержнял, помог выйти из депрессивного состояния и обрести новые цели и смысл жизни. Не хотя бы ради своего вас, если вы не хотите, чтобы смертность вашего была наобратной, то, я думаю, что ради него вам нужно хотя бы жить. Тут зависит, конечно, от вашей веры, то есть, если вы верите в Бога, то это одно, если вы не верите в Бога, то другое, но тем не менее, я не знаю, что делать, думаю, это мне нужна помощь врача, но я не знаю, куда тут обращаться и языка я толком не знаю. Ну вот, ну вот, собственно, тогда возникает вопрос, как вы привыкали к языку, вот, это первое. И второе, это почему вы, несмотря на то, что вам так плохо, не обращаетесь к своему брату. То есть, брат, он, я уверен, не хочет грязи, смерть еще одного близкого ему человека. Поэтому, опять же, здесь вот обид не нужно, а обид нужно избавляться вам. И в этом, я думаю, вам и поможет как раз-таки психолог, с которым вы сможете этом поработать. Вам нужно просто довериться кому-то из наших экспертов и поработать на регулярной основе с ними. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!